У нас сохранены основные строительные организации, Тресты и так далее, ну вот как МОПИД, и договаривались о том, что они под полную свою загрузку должны иметь возможность строить жилье. Все остальное, частные, не частные, неважно какие, которые имеют деньги. Чтобы не получилось так, что у нас Тресты на побегушках у каких-то частников. В этом плане вы как работаете? Мы на сегодняшний день провели работу по изысканию площадок. Сейчас активно по строительству сетей работаем и выходим на то, чтобы в следующие годы максимально загрузить эти предприятия, чтобы они работали и строили жилье вот по этим категориям, которые мы говорим. На сегодняшний день загрузка МОПИДа уже порядка выше 80% завода эффективных промышленных конструкций. Также сейчас они заканчивают модернизацию завода, и площадки для них уже обозначены с перспективы на два года. Будем работу в этом отношении продолжать. Эти организации самодостаточны, у них есть проектные свои организации, они обеспечивают весь комплекс работы и строят дом фактически полностью под ключ за счет собственных материалов и собственных рабочих рук. Господин Денисович, чтобы мы не возвращались больше к этому вопросу и не имели неприятных разговоров, они должны в первоочередном плане быть загружены. В первоочередном плане. В противном случае, зачем они создавали эти мощности? 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров.